Всем привет! Меня зовут Кир, это Ера, и вы на канале Алкотестер! Всем привет! Ну что ж, немножко сделаем перерыв пивных обзоров. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там выходят пивные обзоры, которые не выходят здесь на канале, так что рекомендую, ссылка будет в описании. И так, просто когда я шел по магазину и увидел на полке это, я не мог пройти мимо. И это сподвигло меня вот сделать паузу в небольших пивных обзорах. Думаю, ты сейчас очень удивишься. Да, кстати, ребята, я не знаю, что это вообще. В принципе, он мне говорит, это сюрприз, пока я его ждал. Я пришел в такую жару, блин, плюс 40, наверное. Я пив напился. Жду что-то интересного. Я сейчас сам не знаю, будет это трэш-обзор или это будет обзор обычный. Это мы все узнаем в процессе. Так что, помоги монтажа, я сейчас вернусь. Итак, друзья, сегодня мы будем пробовать виски из Молдовы. А, ничего себе. Александр, привет. Серьезно? Виски из Молдовы. Я когда увидел, я не поверил своим глазам. Во-первых, что я о нем могу рассказать? Особственной информации о нем никакой и нет, кроме того, что написано на бутылке. Вот сколько я искал, сколько гугл, ничего не нашел. Кроме того, что это односолодовый, во-первых, виски. Односолодовый, низкий трехлетний выдержки. И цена? 2900 тенге за бутылку 0,7. Это 6 долларов, чтобы вы понимали. Вот такое вот диво-дивное, чудо-чудное. Надеюсь, мы не взлетим, как с пропеллером. Я вот не знаю, чего ожидать. Поэтому будем пробовать, узнаем. Выглядит он вот так вот. Цивитас или Чивитас. Что-то с отсылкой на Чивитас, видать, хотели сделать. Надеюсь, не у нас его разливают, да? У нас импортеры. А, да. Только. А так, ну, ново. Ну что ж, мы его попробуем. Удивлю. По традиции чистым, со льдом. И, конечно же, виски-кола стандартно. Если, конечно, нас не снесет нахрен с первых стаканов. Потому что я даже не знаю, что от этого ожидать. Ну что, меньше слов, больше дела. Давай, погнали, да? Давай. Мне саму очень-очень интересно. Потому что, ну, заявлено, что виски односолодовые. Односолодовые. Значит, по вкусу он должен быть достаточно мягким и приятным. То есть, если трехлетний, еще и такая цена. Я вообще удивлю. По-моему, односолодовые. Что-то непонятно. Пахнет вообще каким-то бренди, по-моему. На запах какой-то, как вообще дешманский бренди какой-то. Он напоминает этот, грузинский, да? Не грузинский, а армянский. Давид, точно. А вот я говорю, пахнет бренди. Ну, ни разу не виски вообще никак. Ну да. Что там они вообще пишут? Вообще никак. Ну, дубовая бочка. Нет, ну, что-то не дуба, не... Нет, есть немного такая. Нет, древесина есть? Конечно. Здесь это не от гроба, которого мы дадим. Ой, е-мое. Ну, давай, ладно, нальем. Может он раскрывается по-другому. Да. После пропеллера. Ну, по-моему, после пропеллера уже ничего не страшно. И терять уже особо нечего. Производитель у нас... Кстати, да, скидываемся на печень, у него не будут реквизиты. На две печени. Да. Ну, не знаю, пока что по запаху, по аромату... Ну, как бы, не вызывая доверия вообще, да. Ну, и цена, собственно, в 2900 тенге. Просто я удивлён, она солодовая, трёхлетняя, и такая цена... Что-то он прям начал вонять на всю комнату. Да. А ты уверен без... Чистым? Пока, да. Ух! Лёг, не будем навалять? Мне кажется, стоит. Да. Но он тёплый. Чё-то я опасаюсь, да? Ну, я... Ладно. Добавим. Ну, конечно же. Ну, конечно же. Не, ну, он не односолодовый. Не знаю. Не, ну, я... Ну, написано односолодовый, трёхлетние выдержки. Нет, трёхлетний окей, но не односолодовый. Не, ну, по аромату, я говорю, это бренди, это вообще не виски. Это не виски, это бренди, да, это что-то видит, то что-то похожее. Ну, ни разу не виски. Ну, давай, удачи нам. Да. Да. Да, да просто. Может, не всё так и страшно. Ну, ладно. Погнали. Давай. Читает? Нет? Тяжело, да? Тяжело идёт эта дедово-самогонка, а это, блядь, я не знаю, что такое. Стоит пробовать? Да. У меня аж дыхание перехватило. У меня здесь всё горит. Ну, ладно, не то, что много. У меня желудок, по-моему, завернется. Давай. Давай, 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 давай. Дичь, нет, а на желудоке мы скилились. Фух. О, блин. Рано, рано, давай, ты попробуй сначала. Он просто камнем вот так вот туда. Я не знаю, это очень, очень плохо. Ух. Мне кажется, я сейчас сделаю приемы передамы. Ай. Что-то это мне напоминает пропеллер. Серьёзно. Аж голову бахнуло сразу с глотка. Нормально так. Пепси? Ну, давай попробуем. Хуже уже не будет. Лишь бы нам хуже не стало. Как говорится. Ну, это прям такой на крайний случай, когда... Да на какой? На поминки сразу. На свои же. Просто бахнул и лёг. Спать. Это, я не знаю, это ужасно. Зачем это? Я теперь понял, почему о нём нет информации. Типа, куда обращаться с претензией, а никуда. Всё. Это твоя последняя бутылка. Я могу заявить одно, это явно не односолодовый. Это вообще не виски? Да. Ну, да, это не односолодовый. Возможно, трёхлетний, но это не виски, как Кирилл Пудар до этого говорил. Тут виски вообще ничего. Это бренди, коньяк, да, бренди, коньяк, одно и то, что, ну, это не виски. Явно, потому что и по вкусовым, то, что мы, да, почувствовали, выпили, ну, это явно, да, не виски, это вообще никак. Ну, давай вот по составу, что они сами пишут. Состав. Зерновой выдержан 10 лет трёхлетний. Ну, типа, всё-таки... Нет, трёхлетний, а у кейс. Нет, типа, всё-таки зерновая основа всё-таки, вискарная, да? Да, но нет. Вода очищенная, пищевая добавка, краситель, сахарный колер. Всё. Вместо происхождения Республика Молдова. Всё. Где их искать? Как травами, да, с сюрпризом? Да, 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 ну, блядь. Ох. Это, знаете, как пропеллер, ну, чуть выше класса, да? Мне кажется. Да, обзор на пропеллер вот здесь вот будет, и прикреплю ссылки. Да, это что-то вроде, ну, это, может, чуть выше класса, так скажем. Блин, но ни разу не виски. Да, это вообще никак. На пропеллер ещё была вот эта вот тайная этикетка здесь. Нету ничего такого, нигде. Нет. Ничего. Премиальное качество, пожалуйста, тебе. Он ещё и по шотландским технологиям. Я не знаю, может, они не тот сейф взломали. Может, они не ту бумажку стырили. И такие, да? Давайте варить. Чё получится, то получится. Деньги. Это очень плохо. Давай. Так, кто увидит вот это вот в магазинах, не берите. Сразу говорю, вы видели, что было после первого глотка? Оно не проваливает. Нет, ну... Ты его проталкиваешь туда. Бюджетный вариант. Глаза, чтоб назад не пошёл. Какой бюджетный? По глотку и спать? Окей. Ну, погнали. Фуф, елки. Вообще не помогает. Охо-хо-хо-хо. Тренер в боте не работает. Фуф. Охо-хо-хо-хо. Нет. Нахер. Так, здесь, да, вообще... Ой. Ребят, не видите. Здесь только пламя. Вообще, да. Не рекомендую. Вообще. А я так надеялся. Так надеялся. Ну, в принципе, чё... Ну, за две тысячи... За две с половиной тысячи... Да, за две девятьсот, как бы, ииски с Молдовы. Единственным фаворитом за приемлемую сумму остаётся МакЛейн. Вот это единственный вариант. Да, это просто вне конкуренции по ценовому, да, именно... В следующем сегменту, или как... Правильно будет, но это именно вне конкуренции МакЛейн. То есть, его можно брать, пить со льдом, и именно с колой, и с Пепсим. Ну, за МакЛейном мы сейчас и пойдём, скорее всего. Скорее всего, да. Потому что, ну, вот это невозможно пить. Что? Чистым? Ну, чистым это однозначно. Я думаю, Пепси как-то скрасит. Хоть немножко тратит, да? Да, никак, это вообще никак, это просто ужасно. Я не знаю, почему они заявили, что это виски, ещё и односолодовые от виски, здесь ни хрена вообще, абсолютно ничего, ни во вкусе, ни в аромате. Нам подтверждают, что это виски только лишь вот этикеточка. Ну, я говорю, так же, как с пропеллером. Это ни разу не виски. Настойка со вкусом. Скорее всего, это то же самое. Да, ладно, потому что, ну, ни разу не виски, это вот и бренди, и коньяк. Да это даже как коньяк очень плохо. Скорее всего, да, потому что, мне кажется, Талас вкуснее был. Идея для следующего оптора. Не голосуйте, Талас или Акдам. Я, наверное, не пойду, это такая фигня, блин. Добавить, я думаю, тут нечего. Да. В принципе, мы сказали много приятных и прекрасных слов. Ну, что, ребят, если увидите где-то на прилавках, в супермаркете, в гипермаркете, в маленьких магазинах, не рекомендуем. Мне теперь вот эта вот этикеточка напоминает больше похоронную открытку какую-то. Вот она еще в таких черно-золотых тонах как раз. За упокой можно кому-то подарить, я не знаю. Хотя это ужасно, это очень плохо. Ну, даже с пепси. Ой, вообще никак не помогает. Я говорю, он до сих пор мне этого здесь вот застрял и жжется. Прожигает мой кишечник до сих пор и желудок. Спасибо, Легану. Всем за просмотр. Да. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok